пока у нас небо спокойное тучи такие собираются странноватые чувствуется то холод то такой душный воздух никогда не переживали торнадо интересный опыт ну и дай бог конечно пережить его никому ждем что там новостники наши говорят следим если чё на машину прыгнем и поедем куда подальше переживать вот и хочется дождь и шкапезон уходим уже меньше пришлось нам выехать сказали спасать кто может ищите шелтеры убежище у нас подвала нет поэтому пришлось выезжать за зону торнадо короче мы уже дома торнадо нас миновал наш городок где мы живем что я хочу сказать оповещение было организовано на высоте конечно но реализация сильно подкачала почему местный телеканал который занимался оповещением вел непрорывную трансляцию участвовал специалист по погоде который кстати наверно лет за 20 впервые вылез со своей норы это было звездный час и как он отжигал какие шутки и все к это бестолковая информация вот торнадо движется сюда он может организоваться здесь спасать кто может прячьтесь в подвале прячьтесь в убежище то есть никакой информации об убежищах что имеет ввиду какие убежища это школы или что но вы видите вы информацию на экран да дайте экстренный телефон экстренных служб ну не 911 а там если вы объявляете кстати с периодичностью приходили сообщения на iphone оповещение что в таком-то там месте будет опасность в таком-то но вы видите адреса этих шелтеров не у каждого из по два в опять же то есть абсолютно такое знаете неподготовленные неподготовленные люди то есть проводили всю эту оповестительную информацию хайп или то есть пытаешься открыть радар посмотреть прямой эфир телеканал пихает тебе рекламу прежде чем посмотреть вы идиоты вообще такая экстренная ситуация вы впихиваете рекламу отключите или повесьте за яйца человека который будет это все настроил потом они додумались выводить на экран корреспондентов то есть что происходит вывели сначала одну спрашивать ну как как ты расскажи переживаешь этот опыт она г-то я вообще типа не здесь я к родителям смоталась куда-то в колумбию ну класс ты корреспонденте отправили то есть переживать ситуацию я уже горит в колумбии с родителями это фотку предоставила там из окна с фото издалека это может не и фотка рассказывала свой опыт как она там ехала короче ведущие уже поняли что это отстой связали со вторым корреспондентом дозвонились до него видимо он не хотел брать трубку там прямое включение он в дороге это чем меня видно слышно те города видно слышно но я горит сейчас кстати возвращаюсь в мэриленд он вообще просто тоже когда оповещение было с утра он свалил они все посваливали вот поэтому организация никакая все это просто смешно неподготовленные люди говорят давным-давно может быть что-то подобное было в плане погоды как-то так у нас все организовано ну все живы-здоровы мы не жалеем что уехали какое-то время переждали у нас камера есть смотрели что с на районе происходит по нашей веб-камере некоторые соседи уехали некоторые остались береженого бог бережет у нас такого опыта не было с торнадо связанным поэтому будем знать теперь как действовать нужен подвал такие дела ребята сейчас вечер вышел на улицу как вам сказать на улице такая температура что хоть голый бегай и главное стоит пар воздухе самый настоящий пар парилка я помню когда мы в мексику приехали была такая же температура это вот такое же ощущение было на улицу видимо вот это вот все дело прошло связанная сторона да вот это вот влажный горячий воздух и вот он сейчас стоит у нас прикольный фонарик да ладно сия судьба нас миновала всем спокойной ночи берегите себя